Друзья, дорогие слушающие, это слово сегодня. Хочу сегодня опять говорить об апостоле Павлее, как он относится к людям. И когда его оставляют люди, он все равно просит Бога, не вмени им. И все же время, как он любит, я просто хочу это прочитать, я думаю, будет каждому дорого послушать 2-е послание к Демокрию, 4-я глава, 16-й по 18-й стих. «При первом моем ответе никого не было со мною, но все меня оставили, да не вменится им. Господь же предстал мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие. И услышали все язычники, и я избавился из львинных челюстей. Избавить меня Господь от всякого этого злого дела и сохранить для своего небесного царства ему слава во веки веков. Аминь». Послание к Демокрию – это одно из последних посланий, или последние послания Павла. Он уже старец в одном месте говорит, и вот он там перед судом должен отчитываться, никого нету. Все оставили его, но он просит, да не вменится им. Но я буду дальше, благовествовать, буду дальше делать то, что мне Бог поручил, чтобы Евангелие любви распространялось в этом мире. Но тем, которые его оставили, ведь его могли и не оставить, не вменится им. Вы знаете, под страхом часто люди оставляют. Или, может быть, они считали Павел и так сильный, он и без них разберется. Но мы видим, что даже Иисус, когда его вот били в эту последнюю ночь, когда ему корону надели на голову, когда они так смеивались над Ним, плевались с Него и ударить Его говорили, «Отгадай, кто тебя ударил». И в это время, мы знаем, Петр отрекся от Него трижды. Но когда третий раз Петр отрекся, Иисус посмотрел на Него. Он посмотрел на Него с таким взглядом. Я так думаю, ты же мне тоже был обязан, чтобы, ну, побыть со мной, чтобы я мог на кого-то полагаться. Но Петр вот так вот поступил. Мы знаем, после этого взгляда он заплакал, он просил прощения. Иисус ему все простил. И потом поручил ему великое дело служения. Тем не менее, и в этот момент Иисус нуждался, кто-то был рядом. И вот и у Павла так. Он здесь, но он так хотел кого-то, может, видеть, с кем-то так сильно поделиться. Может быть, даже присутствие кого-то ему помогло. Но никого не было. Никого. Он один остался. Но тем, которые оставили, он попросил Бога, не вмени им, пожалуйста. Вот такие вот люди. Пожалуйста, не вмени им. Вот такое сердце было у Павла, как у Иисуса, когда он молился. Вот они его прибили гвоздями к этому кресту. Он говорит, прости им, они не знают, что делают. Вот такое сердце было у Павла. Вы помните вот эту историю про Анисима? Да, это вот интересный раб, который сбежал от Филимона. Но он покаялся через Павла. И он служил Павлу, и был для него в пользу. И потом он пишет письмо к Филимону, да. Там одна голова все в этом послании к Филимону. И в этом послании к Филимону он просит его, прими его. Он мне был как вот сын. Прими его не как раба, прими как служителя. Но я знаю, что он тебя раб. И если он в чем-то провинился, вмини мне это. Вот так он говорит к Филимону 1, глава 18 сит. Если же он чем обидел тебя или должен, считай это на мне. Представляете, вот раб сбежал от хозяина. По тем временам это все же, ну, я не знаю, очень жестко. И сам Павел полося нам пишет, что вот рабы, вы слушаете господ своих и так далее. Этот сбежал. Может быть, что-то взял с собой, потому что разбегает, а вы все берешь, и хозяин нам считает, это мое. Но что-то он сделал не так. Но он познал Бога. И он познал Павла. И с ним они прошли какой-то участок жизни. Они полюбили друг друга. И Павел теперь вступается за этого бывшего раба. И он говорит тому Филимону, который тоже христианин, что теперь это не раб тебе. Вы знаете, это... Сегодня мы когда знаем, что рабство отменить, а по тем временам это было революционно. Прими его как брата. И если он что-то сделал не так, если какая-то вина есть на нем, пусть она будет на мне. Вот такая любовь была у апостола Павла. Я просто удивляюсь. И он так как бы в этой главе Филимона на отцу прочитать, он как бы извиняясь, говорит ему, я бы мог тебе поручить, потому что мы христиане, я апостол, я мог бы тебе сказать, прими его и все. Но он просит его, прими добровольно, чтобы это было вот так вот, ну по-божески все. И если какая-то вина на меня ее возьми, как-то Бог, мы смогу я с тобой рассчитаться, Господь поможет. Да, вот так мы должны поступать в жизни. Вот так вот мы должны за других вставать, просить, пусть эта вина будет скорее нам нечем на нем. Ведь это вот чувствование Иисуса Христа. Чувствование, которое Павел здесь переживает, это собственно он перенял от кого? От Иисуса Христа. Вы помните, даже Стефана, когда побивали камнями, он тоже молится, не вмени им, потому что те, которые родились свыше, которые имеют чувство варния Христа, они вот так относятся. Они говорят, скорее на меня загрузи эту вину, хоть он не виноват был, в чем там Павел был виноват, но он говорит, пусть я буду виноват лучше, но его, так сказать, прими, люби его, живи с ним вот так вот, как положено к христианам. Да поможет нам Господь иметь вот такие же мысли, такую же мотивацию поступать с другими людьми. И Господь пусть вас благословит, меня благословит. Ему слава за все. Аминь.